Только и поблагодарить, потому что реально без двух этих крупных организаций, которые они представляют, но навряд ли бы состоялся Кубок Кремля и навряд ли бы имел столь длинную историю, когда зарожденный турнир в Советском Союзе еще на постоянной основе проводится у нас в столице. Причем это, наверное, единственный турнир на постоянной основе, который не менял ни название, не прервался ни разу и до сих пор мы его...